Вы смотрите канал МашНьюз. Это подборка главных промышленных новостей России за прошедшую неделю. На предприятии в Ульяновской области внедрили проект по сокращению цикла сборки отсеков фюзеляжа самолетов Ил-76МД-90А. Процесс производства выстраивается по потоку, работающему по принципу конвейера. Поточная сборка агрегатов самолета разделена на последовательные такты. Детально-узловая, крупно-узловая, стапельная и внестапельные сборки. При этом элементы отсеков фюзеляжа двигаются вперед по производственной цепи, что позволяет легко контролировать и планировать работу. Теперь на детально-узловую сборку затрачивается 27 дней вместо 34, на стапельную — 29 дней вместо 41, а период внестапельной сборки уменьшился на 7 дней. Рабочее пространство стало комфортнее, рассказал начальник цеха сборки отсеков фюзеляжа филиала ПАО Ил-Авиастар Альберт Халимов. Для авиастроителей установлены дополнительные точки подключения воздуха. Непосредственно на стапеле размещены альбомы с необходимыми техническими и технологическими сведениями, что существенно снижает лишние передвижения рабочих и ожидания. Стеллажи лакокрасочных покрытий также размещены около каждого стапеля. Для безопасности на каждом стапеле установлено дополнительное освещение. Чтобы не потерять с нами связь, подписывайтесь на наши каналы в Рутубе, ВКонтакте и Дзен. Все ссылки будут в описании. БПЛА Молния с ИИ Новую молнию с искусственным интеллектом сравнили по мощности и дальности с ланцетом. Также разработчики уточнили, что она легче и дешевле. БПЛА Молния-1 — ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей. Дрон из фанеры и алюминия напоминает самолет-конструктор. Он просто собирается, его программное обеспечение имеет элементы искусственного интеллекта, которые помогают преодолевать радиопомехи. Из движущихся частей — руль высоты, два элерона на крыльях, винт. Крепится боеприпас, несет 4 кг взрывчатки, замыкатель при столкновении с целью приводит к детонации. Беспилотник развивает скорость до 80 км в час. По словам инженера БПЛА, молния летает на 30 км в тыл противника, батарейки хватает на 35 минут. Применяется против тяжелой техники — танки, бронированные машины, пикапы, артиллерия. Сейчас новейший беспилотник использует морпехи ТО. Яковлев может вернуться к созданию самолета вертикального взлета и посадки, работы над которым были заморожены в 90-е годы. Как заявил генеральный директор ПАУ Яковлев Андрей Богинский в беседе с ЛИА Новости, конструкторы исследовали перспективы создания еще более совершенных машин, соответствующих уровню пятого поколения боевой авиации. Научно-технический задел сохранен, и соединение с новыми авиатехнологиями позволит быстро вернуться к созданию самолетов вертикального взлета и посадки, в случае если этим заинтересуются Минобороны. ОКБ имени Яковлева начал работать над созданием СВВП еще в конце 1950-х годов. В 1964 году в небо впервые поднялся Як-36. Это стало мировой сенсацией. Як-36 был оснащен двумя подъемно-маршевыми двигателями Р-27, обладал взлетной массой 9400 кг, развивал скорость до 1100 км в час с дальностью полета 500 км. Самолет имел поворотные сопла, систему струйного реактивного управления, а также автоматическое управление полетом на около нулевых режимах. Дальнейшим развитием темы СВВП стали околозвуковой палубный штурмовик Як-38, а позднее сверхзвуковой истребитель Як-141. Завершена поставка биметалла для постройки носовой части головного ледокола проекта «Лидер». Пресс-служба компании «Северсталь» сообщила о завершении поставки биметалла для строительства носовой части головного атомного ледокола проекта «10-510 «Лидер». За 2022-2024 годы «Северсталь» произвела и доставила на площадку на судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края 101 листа биметаллического проката общим весом около 1400 тонн. Общий объем поставки «Северстали», включая «Судостали», биметаллический прокат составил порядка 15 тысяч тонн. Для строительства самого мощного атомного ледокола в мире биметалл был произведен на производственной площадке «Северстали» в Колпинском районе Санкт-Петербурга методом пакетной прокатки. Пакет состоит из суда стали марки PC500W в качестве основы и блокирующего слоя из нержавеющей стали. Строительство атомохода ведется на ССК «Звезда» по техническому проекту ЦКБ «Айсберг». Атомный ледокол «Лидер» создается для круглогодичной проводки судов в западном и восточном районах Арктики. Силовые машины изготовили генератор для модернизации девятого из десяти гидроагрегатов «Воткинской ГЭС». У нового гидрогенератора, который построили на заводе «Электросила», улучшенные характеристики он отличается повышенной надежностью. Силовые машины также обеспечат шеф-монтаж, монтаж, наладку и пуск оборудования на станции. Программа комплексной модернизации «Воткинской ГЭС» предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов гидроэлектростанций. Соответствующий договор АО «Силовые машины» и «Пауэрус Гидро» подписали в 2014 году. Сейчас на станции заменили уже восемь гидроагрегатов. Результатом комплексной модернизации станции станет полная замена всех гидроагрегатов «Воткинской ГЭС». Новые, более эффективные турбинные генераторы позволят повысить мощность ГЭС на 130 мегаватт или на 13%. Суммарно мощность станции составит 1150 мегаватт. «Воткинская ГЭС» – один из узловых системообразующих пунктов в сети электроснабжения Уральского региона России. Является второй ступенью «Камского каскада», который включает в себя три крупные электростанции – «Камскую», «Воткинскую» и «Нижнекамскую ГЭС». Компания «Кама» закончила разработку салона электромобиля «Атом». Одна из главных особенностей – плоский пол и отсутствие центральных стой кузова. Задние двери открываются против хода. Это упростит посадку-высадку, поскольку основной объем машин компания планирует продавать сервисам такси и каршеринга. Салон представлен в двух цветовых решениях – темном и светлом. Для внутренней отделки используется эко-кожа и ткань. На передней панели – кнопки переключения режимов движения, дефлектор климат-контроля и перчаточный ящик. Снизу – полка для смартфонов с беспроводной зарядкой QI и двумя разъемами Type-C. Объем багажника «Атома» – 345 литров. Сложенные задние сиденья увеличивают объем до 1020 литров. Передний ряд сидений – с электропривода. Подголовники передних сидений выполнены в единой конструкции со спинкой. В спинке также интегрированы крепления ремней безопасности. Все сиденья оснащены подогревом. Для установки детского кресла в машине предусмотрены крепления ISOFIX. Дисплей камеры заднего вида и видеорегистратор встроены в салонное зеркало. На левой передней стойке – дополнительная камера для идентификации водителя. Чтобы не потерять с нами связь, подписывайтесь на наши каналы в Рутубе, ВКонтакте и Дзен. Все ссылки будут в описании. Транснефть «Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию новую нефтеперекачивающую станцию. НПС-2 вошла в состав Ачинской линейно-производственной диспетчерской станции Красноярского районного нефтепроводного управления. Строительство НПС-2 позволило повысить проектную мощность нефтепроводов Омск-Иргутск, Анжера-Сурский-Красноярск, Красноярск-Иргутск на 5,5 миллионов тонн нефти в год. Кроме того, НПС-2 открывает возможности для дальнейшего развития системы магистральных нефтепроводов и обеспечения безальтернативных поставок сырья в восточном направлении. На Ачинской ЛПДС построили 4 производственных здания общей площадью почти 2000 квадратных метров, магистральную насосную станцию, операторскую, насосную станцию пожаротушения, котельную. Строительство НПС-2 ввели с 2022 года в условиях действующего производства, ввели объект в эксплуатацию досрочно. В северо-Енисейском районе открылся новый ГОК. Общество, сограниченное ответственностью «Сов-Рудник», входящее в ПАУ ЮГК, завершило важный этап своего масштабного проекта. В торжественной обстановке запущена первая очередь золото-извлекательной фабрики. На протяжении последних лет проект продвигался в несколько этапов. Были построены линии электропередачи длиной 100 километров, 110 километров автомобильных дорог, включая мосты, и создан комплекс вспомогательной инфраструктуры. В 2023 году введен в эксплуатацию карьер, где уже началась добыча золота, содержащей руды. К 2025 году первая очередь фабрики достигнет своей полной производственной мощности, перерабатывая 4 миллиона тонн руды и производя 4 тонны золота ежегодно. Вторая очередь фабрики будет завершена к 2027 году, что увеличит объем переработки до 6 миллионов тонн руды и позволит производить не менее 6 тонн золота с 2028 года. Проект реализуется в труднодоступной тайге, что значительно усложняет строительство, но не останавливает компанию. Общий объем инвестиций в новое производство составил 20 миллиардов рублей, и уже в этом году ожидается выпуск 4 тонн золота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова